привет в этом видео поговорим об ошибках при выборе наушников малого формата дают ли вкладыши хороший звук или обязательно нужны внутриканальные какая между ними разница и что еще есть на рынке какие тонкости есть при использовании таких наушников что делать если твс вам не подходят на какие функции параметры стоит точно обращать внимание сейчас разберемся от посадки наушников которые вставляются в уши сильно зависит удобство ношения и качество звука внутриканальные придется подбирать подушной канал обкладыши под ушную раковину если выбрать неправильно то наушники не только хороший звук не дадут но и будут выпадать или наоборот при слишком плотной посадке могут доставлять дискомфорт ошибка здесь это отказываться от вообще любых мини наушников если вам не подошли только одним разница есть и вот в чем подходящими вкладышами пользоваться удобно но конструктивные особенности сильно влияют на качество звука если раньше все вкладыши выглядели вот так то сегодня это девайсы с другой проработкой конструкции от модели к модели они различаются не сильно хотя есть и исключения вставлять ушной канал их не нужно но к ушной раковине они подходить должны если она у вас не очень стандартная то вот такие накладки могут помочь чем лучше наушники прилегают к ушному каналу тем лучше но в случае с вкладышами это не так явно влияет на звук как грамотная и проработанная конструкция если посмотреть на наушники то видно что форма корпуса не совсем обычная также можно заметить дополнительные отверстия сверху и по бокам под некоторыми прячутся микрофоны но вот за остальными решетками находятся фазоинвертера они нужны для правильного излучения звука кстати если разработчик специально их не изолировал то скорее всего наушники будут без защиты от воды придется учитывать при прогулках под дождем и стараться не заниматься в них спортом а так как плотного прилегания не предполагается то никакой пассивной звукоизоляции в наушниках тоже нет они довольно проницаемы для внешних звуков разговаривать можно и не снимая наушники но при прослушивании музыки в шумных местах придется выкручивать громкость на максимум и не факт что хватит даже этого из-за таких особенностей на звук высочайшего качества вкладыши не очень способны а в шумных местах им будет совсем тяжело окупается это удобством использования а продвинутые варианты могут выдавать приемлемый звук подходящих условиях внутриканальные могут лучше но и подобрать их сложнее из названия понятно что такие наушники вставляются прямо внутрь ушного канала важный момент при таком исполнении максимальное прилегание то есть для полного раскрытия всех возможностей наушники следует подбирать так чтобы они садились в уши довольно плотно в комплекте обычно есть набор амбушюр трех размеров если у вас не сильно отличаются ушные каналы от стандартных то какой-то один из этих вариантов подойдет разница в качестве звука между внутриканальными наушниками подобранными по размеру и неподходящими довольно серьезные если вы попробовали наушники а вам звук не понравился то возможно стоит проверить еще раз но с более подходящими амбушюрами при правильной посадке появляется пассивная звукоизоляция можно спокойно снижать громкость чтобы не травмировать уши но независимо от способа посадки пачкаются и те и те обязательно следите за гигиеной наушников их нужно периодически обеззараживать и чистить решетки это влияет не только на звук но и на здоровье в случае проблем обязательно обращайтесь к врачу с посадкой разобрались пора поговорить о конструкции и способах подключения вкладыши или внутриканальные наушники могут быть полностью проводными с беспроводным подключением самих наушников но с проводом между левым и правом и полностью беспроводными это твс проводным моделям сегодня довольно сложно конкурировать с остальными если сравнивать одинаковое качество то проводные будут дешевле но вот удобстве они проигрывают запутанные провода поиск место куда положить подключенный смартфон поломки в местах соединений и другие прелести всех этих проблем нет даже в bluetooth вариантах с проводом популярных исполнений беспроводных bluetooth наушников 2 вот такие только на проводе и с шейным ободком из пластика или из комбинированных материалов такие варианты обычно выбирают если боятся потерять наушники по отдельности их можно не снимать шеи часто в них есть магниты а даже если такие наушники вылетят из уха то скорее всего удержатся на месте там же на проводе обычно крепится и пульт управления с микрофоном наушники такого формата не очень удобно носить теплой одеждой или например с капюшоном так будет перекрыт микрофон который находится в пульте зато они отлично подойдут для спорта есть даже модели с влагозащитой уровня ipx 7 и выше по методу зарядки такие наушники не отличаются от других девайсов достаточно подключить к питанию а вот tvs отличаются наушники совсем без проводов называется tvs нет у них и привычных разъемов для зарядки отлично подходят для дороги и постоянного ношения из-за небольшого размера но крупные аккумуляторы в них не поместится разработчики решили этот вопрос с помощью кейсов с одной стороны наушники заряжаются каждый раз когда вы их убираете в кейс с другой кейс придется носить с собой иначе наушники не зарядить такая концепция больше подойдет если вы не пользуетесь наушниками долгими часами а делаете перерывы но самый большой страх владельцев твс это потерять или уронить наушники в принципе плата небольшая за возможность использовать наушники по отдельности можно даже в компании управление может быть как сенсорным так и с помощью вот таких постукиваний сенсорному придется привыкать намного дольше случайное нажатия поначалу точно будут ну и наушники такого строения в основном позиционируются как мобильный поэтому основной функционал у них связан со смартфонами частая проблема наушников bluetooth это задержка это когда между звуком и изображением происходит рассинхрон если при просмотре видео смартфон может программно нивелировать этот момент то в играх это уже заметно поэтому бывает модели которые могут работать в специальном игровом режиме жертвуют качеством звука ради синхронизации видео и аудио но чаще мини наушники не выбирают для игр и на первое место выходит активное шумоподавление функция nc отлично работает во внутриканальных наушниках и заметно хуже во вкладышах физику не обманешь изоляция важно но даже во вкладышах она хоть немного но улучшает комфорт в шумных местах особенно это заметно на нестандартных гарнитура работает эта функция с помощью встроенных микрофонов их же можно использовать для разговоров или записи аудио с качеством звука которую они снимают довольно сложно слишком уж сильно разница как от модели к модели так и от обстановки но это в любом случае удобнее чем держать смартфон возле уха а страдать будет скорее ваш собеседник вкладыши намного комфортнее носить но по звуку они несколько уступают у внутриканальных больше требований по посадке в ухом носить их не так удобно зато звук может быть очень неплох проводные наушники таких форматов уже пережиток прошлого bluetooth модели с проводом на любителя и для особых случаев все современные популярные функции в твс моделях у которых тоже есть свои недостатки в конечном итоге все упирается в физиологические особенности однако выбор настолько большой что найти наушники под себя хоть и сложно но возможно пока